Баткенская область Пограничные подразделения на Кыргызско-Таджикском участке несут службу в усиленном режиме. Конфликт, напомним, начался еще в прошлую среду, когда наши рабочие и спецтехника пытались начать строительные работы объездной дороги Аксай-Тамдык вокруг таджикского воруха на территории, относящейся к Кыргызстану. Граждане Таджикистана выразили протест, заявив, что этот участок спорный. После столкновения на место были стянуты силы погранслужб и милиции. Однако, даже несмотря на их присутствие, между жителями с обеих сторон произошли стычки. Пострадали три гражданина Кыргызстана, один из которых находится в реанимации. С таджикистанской стороны сообщается о двух погибших. Ранее ситуацию по телефону обсудили президенты Кыргызстана и Таджикистана. Не пропустили в целях безопасности. Так, Госпограничная служба Кыргызстана прокомментировала публикации таджикистанских СМИ о том, почему не пропустила автомобиль Красного Креста. По данным ведомства, пропуск автотранспортных средств таджикскими номерами был временно приостановлен в целях безопасности. Так, 16 марта сообщают пограничники, автомашины с эмблемой Международного комитета Красного Креста подъехали на местность дачи, что рядом с село Максай, где и была перекрыта автодорога. За автотранспортом международной организации были и другие автомашины, но без опознавательных знаков. В целях недопущения конфликта пограничники, объяснив ситуацию, попросили международников развернуться обратно в сторону Таджикистана, что и было сделано. Кроме того, информация о том, что гражданин Таджикистана не может из-за закрытых дорог похоронить родную сестру, добавили в ведомстве, не соответствует действительности. Груз 200 в таджикское село был пропущен без каких-либо задержек. Госпограничная служба Кыргызстана призывает представителей СМИ Таджикистана быть объективными и не распространять недостоверную информацию. В Токмаке в драке убили депутата местного Кенеша. По информации пресс-службы ГУВД Чуйской области, конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей ночью 17 марта на одной из улиц Токмака. В результате драки один человек был убит. Им оказался 29-летний самовыдвиженец одной из партий Чуйского района. Позже в больницу поступил второй участник драки с ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления задержанный во дворе ВВС 24-летний местный житель. Милиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена необходимая экспертиза, говорится в сообщении. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Убийство». 17 марта в турецком городе Измир неизвестные обстреляли машину гражданина Турции, в результате чего ранение получила 29-летняя кыргызстанка, которая находилась в салоне авто, сообщают турецкие СМИ. Нападавшие открыли огонь по задней части машины. Пуля пробила дверь и ранила кыргызстанку, находившуюся на заднем сидении. Девушку доставили в больницу Эгейского университета, и ее состояние оценивается как стабильное. По данному факту прокуратура города Измир возбудила уголовное дело, подозреваемые объявлены в розыск. По официальным данным, в Турции находится более 25 тысяч кыргызстанцев, большинство из которых сосредоточены в таких крупных городах, как Стамбул, Анкара, Измир и Анталия. Продолжаем выпуск. Задержан водитель Мерседеса, который избил пожилого водителя другого авто в отношении потерпевшего, назначенной экспертизой. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека. Напомним, об этом случае стало известно после того, как видео было опубликовано в соцсетях. По данным очевидцев, произошел конфликт 12 марта. Как видно на кадрах, водитель Мерседеса несколько раз бьет по лицу водителя, который пытался открыть дверцу его автомашины. От удара пожилой мужчина падает на землю. Затем водитель Мерседеса пытается скрыться с места происшествия, но очевидцы драки останавливают его. В ГУВД Бишкека пояснили, что милиционеры УВД Первомайского района установили личность водителя Мерседеса. Возбуждено уголовное дело. Действием водителя будет дана юридическая оценка. Дело на досудебном производстве. Водители скорой помощи задумались об увольнении. На днях часть из них получили уведомление о штрафах за нарушение правил дорожного движения. По трудовому договору, если водитель нарушил ПДД, он должен платить из собственного кармана. Но проблема в том, что все нарушения, как утверждают медики, были зафиксированы в момент выезда на неотложные вызовы. И от оперативности зависела жизнь людей. Однако камерам это не объяснишь. В ГОБДД говорят, штрафы выписаны только по тем случаям, когда машины ехали без спецсигналов. Игорь Потанин подробнее. На этом видео скорая помощь поворачивает со второго ряда без спецсигналов. Это один из случаев, за который медикам выписали штраф. И таких случаев за последнее время было несколько. Правда, водители утверждают, что тут был явный технический сбой. Или у спецмашин, или у камер фиксации нарушений. По нескольким случаям, по которым скорая получила штрафы, мигалки на машинах были включены. Однако камеры этого не зафиксировали. 12.41. Мы выезжали на пожар. Вы, наверное, помните, да, такой очень большой пожар был. Мы туда выезжали. Нас туда очень быстро отогнали. У нас был включен маяк, но почему-то он на камеру не показал. Мы вот так проехали несколько перекрестков, где камеры есть. Но проехали быстро, еще и с нарушениями проехали по встречной полосе. Но именно вот эту камеру, вот этот перекресток только нас и заснял. Это именно какой перекресток? Чуй Бешеналиева. Мы проехали Чуй Манаса, Чуй Фучика, другие камеры. Они нас не зафиксировали. Мы выезжали на встречную полосу. Мы как могли, так быстрее старались доехать до места. Платить штрафы из без того маленьких зарплат водители не согласны. Поэтому уже задумались об увольнении. Сегодня руководство станции скорой помощи поехало в ГУБДД. Разбираться с этим недоразумением. Все жалобы по штрафам, независимо от того, водитель это скорой помощи, пожарной машины или обычного гражданского автомобиля, рассматриваются здесь, в центре мониторинга. Если штраф выписан необоснованно, его аннулируют. Однако аннулировать штрафы скорой здесь отказались. Видео не зафиксировало спецсигналов, а значит проезд скорой помощи на красный свет или со второго ряда считается нарушением. Сотрудники автоинспекции рассказывают, что подобные случаи уже были с частными скорыми. Но тогда они предоставили медицинские документы на пациента и вопрос был уважен. Нередко жалуются и сами сотрудники автоинспекции, чьи спецмашины попали на камеры. И их штрафуют наравне со всеми. Причем их штрафы высчитывают напрямую из зарплаты. В центре мониторинга говорят, если спецмашина не применяла сигналы во время выезда, штраф за нарушение будет выписан. Если имеет место нарушение, в данном случае, извините пожалуйста, перед законом все равно, там роль не играет. Это сотрудники органов внутренних дел, либо скорая медицинская помощь, министерство здравоохранения. В данном случае, если проблесковые маяки не были включены и нет подтверждения тому факту, что они осуществляли определенный вызов, то в данном случае они подпадают под оплату штрафа. Видимо, теперь скорой помощи придется пересматривать внутренние правила и искать дополнительные средства. Ездить со включенной мигалкой постоянно невозможно. Они очень быстро сгорают. Да и нормативы не позволяют включать ее во всех случаях. Наши машины не ездят просто так, просто так не катаются по своим делам. Это всегда только выезды на вызовы неотложные. И как мы сейчас дальше будем решать, это большой вопрос. Потому что у нас в нашем бюджете нет статьи за оплату штрафов. Естественно, это будет ложиться на водителей. У нас сейчас очень большая проблема с кадрами врачебными. И если сейчас это присоединится, у нас еще будет проблема с водителями. Потому что все их зарплаты ведут на штрафы. Ведь бывают случаи, когда они вынуждены игнорировать, отходить от правил дорожного движения во благо спасения жизни пациента. В любом случае, вопрос со штрафом в скорой обещают решить, не наказывая водителей. Руководство станции скорой помощи уже обратилось с заявлением провести заседание комиссии по изучению допущенных нарушений. Игорь Потанин, Диаса Кимбаев, НТС. С 1 июля Государственная регистрационная служба прекратит выдачу вкладышей в свидетельство о рождении детей для выезда в ряд стран. Теперь вместо вкладышей нужно будет получать заграничный паспорт детям, не достигшим 16-летия. Речь идет о выезде в Казахстан, Узбекистан и Россию. Такая мера принимается для исключения риска незаконного вывоза несовершеннолетних. Выданные же вкладыши будут действовать до окончания срока их действия, сообщили в ГРС. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok